Ребята, всем привет! Я Диана! Рада вас видеть на моем YouTube-канале. И сегодня у меня для вас новая распаковочка одежды с Азон. Мои покупки на 8. Но перед началом попрошу вас всех подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео и смотреть их самыми первыми, ведь я их стараюсь делать все лучше и лучше, чаще и чаще. Также вы можете подписаться на мою соцсеть с красивыми картинками, ведь там моей жизни больше. А еще можете присылать в мой телеграм-канал ссылочки на вещи, я их буду заказывать и обозревать для вас. Погнали! Итак, у нас уже на улице заметно похолодало, поэтому пришло время покупать что-то новенькое. Я бы, конечно, не утверждала, что у нас прям холодно, потому что есть Москва и Питер, где вообще уже выпадал снег или до сих пор лежит. У нас, конечно, ситуация получше, но все-таки нужно утепляться. Поэтому я заказала много теплой одежды, много свитеров. Первое, что я хотела бы вам показать, это очень, по моему мнению, классный, стильный, уютный и теплый костюм на осень. Посмотрите, он вот в таком холодном коричневом цвете. Я прям обожаю носить осенью одежду в таких спокойных оттенках, в бежевых, в белых, коричневых. Это прям вот, мне кажется, вайб осени. Еще, как вы уже, возможно, поняли, я люблю вот такую одежду спокойную, какую-то не кричащую, чтобы там не было каких-то надписей, никаких картинок. Мне кажется, это выглядит более лаконично, стильно и практично. Здесь у нас вот такой свитерок и брючки свободного кроя. Безумно приятный на ощупь материал. При этом ткань такая плотная, прям весомая. Вот я держу штанишки, и они прям такие ощущаются. Поэтому я думаю, что будет в них тепло. Главное, чтобы они мне, конечно, по длине подошли, потому что, кажется, штаны очень длинными. Это уже не лето. На улице не сухо. На улице грязь, слякоть, дождь и все остальное. Лужи. И поэтому будет не классно, если у меня будут прям длинные брюки. Это все будет постоянно засираться. Поэтому надеюсь, что все подойдет. Ничем не пахнет, не воняет. Я очень довольна, кстати, и качеством. Все аккуратно везде прошито. Посмотрите, везде строчечки. Все аккуратненько, нигде ничего не торчит. В первом костюме мне безумно понравился цвет. Мне кажется, он мне так подходит. Сидит на мне в целом тоже здорово. Единственный минус – это слишком длинные брюки. Как я и думала, они мне по длине не подходят. И придется их либо урезать, либо постоянно пачкаться о луже и землю. И гармонично сочетается с моей белой жилеткой. Я, в принципе, на момент заказа уже представляла, что буду носить его с ней. И в моей голове все выглядело точно так же. Следующее. Я заказала еще один свитер. И под этот костюм, кстати, тоже будет классно сочетаться с брюками. Прям такой универсальный костюм. Поэтому я люблю вот такие спокойные какие-то оттеночки. Потому что их можно еще с чем-то сочетать, с какими-то другими вещами. Купить, получается, всего один костюм. И несколько свитеров, которые будут подходить также по цвету. Будет получаться, как будто ты каждый день в разном костюме. Здесь свитер уже более длинный и более плотный. Кстати, он еще тяжелее, чем свитер в том костюме. Здесь тоже качество просто отменное, прекрасное. Также все везде аккуратненько прошито и ничего не торчит. На ощупь тоже приятный. И как будто даже тот же самый материал, просто вот с таким леопардовым принтом. Я этот свитер хотела купить еще в прошлом году. Но, помню, мне прислал какой-то магазин одежды по бартеру свитер. И он тоже был с леопардовым принтом. Правда, немножко другой. И поэтому решила не покупать вот именно эту модель. Потому что подумала, зачем мне в гардеробе два одинаковых леопардовых свитера. Но этой осенью я уже благополучно отдала свои прошлогодние вещи младшим сестрам. Поэтому заказала все-таки и эту модель тоже. Очень рада, что как-то и в этом году она смотрится довольно актуально. И вот, что я говорю. Здесь, получается, в этом принте есть вот такой коричневый цвет. Что, мне кажется, классно будет сочетаться с коричневыми штанами из того костюма. Свитер с леопардовым принтом оказался максимально длинным. Я его, конечно, в голове себе так не представляла. Думала, он по длине будет примерно такой же, как коричневый свитер с прошлого костюма. Но, в принципе, это не сильно плохо. На улице все-таки осень, прохладно. И, чтобы не замерзнуть, хочется укутаться в самую-самую теплую одежду. И я счастлива, что он отлично сочетается с этими брюками. Как будто я покупала еще один костюм. Кстати, еще я вам покажу свою покупочку, мою новую сумочку. Моя первая сумка Mike Kors. Я уже не удержалась и распаковала ее раньше. Прям как только мне она пришла. Если вещи, я еще оставляла все в упаковках, в пакетах. Не трогала, не смотрела их. Ну, сумку я прям не смогла удерживать в пакетах. Поэтому распаковала. И просто в шоке. Какая она обалденная. Какой материал. Он прям, знаете, такой вот чувствуется, знаете, дорогой. И фурнитура вся потрясающая. Вот только посмотрите на эту застежечку. Я тут, правда, уже залапала. Посмотрите на эту застежечку. Она такая вот тут магнитная. Какая простая. Сломала уже. Правда, на сайте мне она казалась в два раза больше. Пришла такая прям миниатюрочка маленькая. Такое ощущение, что туда поместится только один телефон. Смотрите, есть также в комплекте ремешок, чтобы носить на плече. И здесь у нас внутри два вот таких отделения. Как вы могли заметить, все в тех же коричневых таких вот оттенках. Осенних, как я уже сказала. Мне кажется, будет потрясающе смотреться. Что с этим свитером, что с этим костюмом. Ну, прям стилист, ее мою, отбока. Также в этот образ отлично вписалась сумка, которую я прикупила. Еще у меня есть ботинки с похожим стилем от фирмы ГЭС. Мне кажется, тоже будет очень классно сочетаться. И вот смотрю, такая прям деловая дамочка стоит. Дальше, моя долгожданная покупка. Это кожная куртка-косуха. Потому что я, я не знаю почему, я ее не покупала, блин, никогда. Хотя безумно хотела. Вот каждый год, каждую осень я думала ее купить, но почему-то не покупала. Мне доходили руки все, я думала, выбирала там, гадала, какую мне выбрать, какая мне больше подойдет. В итоге я остановилась на этом варианте. Мне просто уже показалось, что обычные вот эти черные косухи, они уже как-то заезжены, они у каждой второй. И когда я увидела вот эту косуху, она, во-первых, корочная, во-вторых, посмотрите, у нее такой цвет, какой-то грязный, зеленый, хаки, еще с какими-то потертостями. Короче, как будто какой-то винтаж. И вообще, в принципе, мне уже все нравится. Единственное, не знаю, может быть ее отпарить, потому что она вот с такими вот заломами. Давайте на бирке посмотрим, из чего она у нас сделана. Эко-кожа, да. Эко-кожа так и написано, как я и сказала. Вот, надеюсь, что ничего как бы не случится, если отпарить. Ой, она вот прям пахнет, знаете, такой какой-то то ли резиной, то ли, ну, короче, химозным чем-то она попахивает. По-моему, очень классная покупка. Очень боялась, что я куплю, она будет какая-нибудь, знаете, приталенная, прям вот как будто из двухтысячных. Вот этого я вообще не хотела, хотела что-то такое оверсайз. При этом обычные черные вот эти оверсайз косухи уже, правда, у каждой второй не могла найти то, что мне вот именно вот-вот будет по душе. Вот я нашла. Действительно, очень классно. Классно выглядит, вообще, качеством я довольна. Тоже все аккуратненько, везде прошито все. Даже вот просто на вот этих строчечках, видите, нигде нитки не торчат, ничего не торчит. Единственное, что пахнет, ну, блин, она быстро выветрится. Также под эту косуху я хотела купить какое-нибудь такое вязаное, приталенное платье. Ну, не вязаное, а вот что-то вот по типу таких вот свитеров. В моем гардеробе уже есть похожее платье, вот такое. И мне все время казалось, что под него будет очень классно носить какую-нибудь косуху. Ну, когда я его как бы носила в начале осени, в сентябре, у меня ее еще не было. Поэтому даже не знаю, буду ли я сейчас надевать его и теперь уже с косухой, потому что я не люблю носить одну и ту же одежду очень долго. Но решила под эту косуху заказать платье. Тоже, ну, в похожем как бы стиле, но при этом, чтобы оно было теплое. И вот мой выбор пал на вот такое вот платье. Рассмотрите его поближе. Оно, а видите, тут где-то полосочки шире, где-то уже. Ничего особенного. Да, однотонное платье, но оно вообще такое мягкое. Вы бы просто его потрогали, пощупали. Этот материал, он просто божественный, правда, очень мягко. Мне кажется, оно вот то, что я искала. Оно очень похоже по фасону на то мое платье, но при этом оно поплотнее. То есть, я думаю, в нем будет теплее все-таки сейчас. Такой тоже бежевый спокойный цвет и вроде как он сочетается вот с этой курткой. Еще одна покупка, которой я шла очень долго. У меня никогда не было этого. Это ботфорты. Блин, правда, мне они почему-то безумно нравятся вот по стилю, по фасону. Но я боялась их покупать, потому что я... В общем, я достаточно низкого роста. И мне казалось, что вот эта модель будет укорачивать мои ноги. Как бы я и так низкая, еще и такие длинные высокие сапоги. Думала, мне не пойдет. Но я уже просто у всех своих знакомых увидела эти ботфорты, как они классно на всех сидят. Я такая, боже, они мне тоже нужны. Живем один раз, поэтому нужно пробовать, нужно действовать. И, в общем-то, я их тоже заказала. Очень надеюсь, что они мне подойдут. Может быть, блин, я вообще влюблюсь и буду носить их каждую осень. Причем, кстати, стоят они не очень-то дорого. 4 тысячи. Мне кажется, для такой обуви это достаточно приемлемая цена. Пахнут они, конечно, знаете, как в таких дешевых магазинах с обувью. Ну, знаете, вот прям заходишь, и там прям резиной воняет. Что аж голова кружится, в обморок падаешь. Ну вот пахнут вот примерно они так же. Кстати, они даже вот здесь с каким-то таким начосиком. Таким, знаете, велюровым. Очень тоже приятным на ощупь. Что, мне кажется, делает их демисезонными. Даже, возможно, на какую-то раннюю зиму. Получает меня единственное то, что здесь прям они такие очень тяжеленькие. Потому что здесь, посмотрите, какая высокая подошва. Мне кажется, будет, возможно, ноге не очень комфортно в них ходить. Я это постоянно представляю как в кандалах. Если вот обувь какая-то очень тяжелая. Итак, барабанная дробь, то, чего я так долго боялась и не могла купить бетфорты, не сбылось. Мне кажется, они мне очень подходят и не укорачивают мои ноги. И также в этом образе мне нравится абсолютно каждый элемент одежды. И платье офигенно классно сидит, очень женственно. И косуха классно стильно сидит и разбавляет этот женственный образ. Одним словом, я безумно довольна этой покупкой. Вот эти ботинки я заказала платье. Опять же, платье. Но здесь уже прям, мне кажется, такой зимний-зимний вариант. Сейчас осенью тоже будет в нем, кстати, нормально. Потому что это платье. Даже не платье, мне кажется, это свитер-туника. Потому что, посмотрите, это просто вот так вот свитер, вот так туника. Вот такой удлиненный свитер. Кстати, а что там написано у нас? Свитер с горлом женский. Это свитер, понимаете, просто он очень длинный. На вот такой большой широкой вязке. Мне кажется, очень уютно это выглядит. Я обожаю просто такие свитера. Правда, горло здесь очень массивное. Я не люблю, когда, знаете, вот горло полностью перекрывает. Кажется, что у тебя горла нет. И как будто лицо такое прям кругленькое. Ну, посмотрите, как это не очень выглядит. И, в общем, я придумала здесь образ. Вот это вот платье-туника плюс ботфорты. И я еще хочу заказать один ремень. Не заказала, к сожалению, в эту распаковку. Поэтому не покажу вам его. Потому что он стоит 15 тысяч. Вот. Решила заказать одежду для начала. К примеру, если мне, в принципе, понравится, как это все на мне сидит. То есть, я еще не была уверена в ботфортах, пойдут они мне или нет. Если мне все понравится, то закажу этот ремень. И будет тогда вот полный образ, полный фарш, как говорится. Мне кажется, в моей голове это выглядит очень стильно. Переходим к последней вещи. В принципе, все точно так же, как я и представляла у себя в голове. Единственное, что мне не понравилось, это слишком высокое горло, которое перекрывает мое горло. И вот как будто голова висит в воздухе. Как будто у меня шеи совершенно нет. Поэтому нужно это как-то будет складывать, чтобы вот это не выглядело вот так, как я сейчас это показываю. Но в целом, платье хорошо сидит. Очень классно сочетается с ботфортами. И единственное, я хочу еще вот сюда прикрупить ремень, о котором я говорила. Вот такая у меня получилась довольно стилевая распаковка, по моему мнению. Если она вам понравилась, обязательно ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои видео самыми первыми и не пропускать их. А также напишите в комментариях, какой вам образ понравился больше. Всех люблю и целую. Пока-пока.